Привет, зритель! 16 августа, это Прилудская школа. По какой-то очень интересной случайности сегодня с утра у меня у велика, хотя вчера было все нормально, переднее колесо было проколото. Некоторые люди даже знали, что оно проколото, хотя вообще как бы велик видеть не могли. Короче, я не знаю, если все хорошо, вот в идеальном случае у деда взять заплатку и дядь Боря все сделает, если не идеальным, то я наверное осталась без велика до 26 августа и уже смогу купить камеру только когда приеду и вернусь уже в сентябре. Короче говоря, мне дядь Боря дал велик, я слила нежелательных субъектов и поехала вот сначала сюда заснять школу, потом вот там интересно мне что-то такое, тогда дождь была, не знаю, туда можно подъезжать или нет, потом узнаю у родственников, которые тут живут, и в сентябре уже видимо в лучшем, в худшем случае в сентябре сюда приеду, может прокачусь. Короче, сюда в школе, потом собрать шиповник, хотя собиралась завтра, но сказала дядь Боря, что как бы завтра собиралась, я думала у него велик, но у него велик остался тоже только один, не знаю по какой причине у него вдруг сломался его хороший новый велик или кто-то ему помог, как моему в прошлом году. Короче, и в Прилуке заодно в магазин, но так как у него обед 2 до 3, то вот у меня тут какое-то время сейчас буду здесь ошиваться. С этой стороны пока его снимаю, сейчас собираю шиповник, уже сниму со всех остальных сторон, ну по крайней мере с тех сторон, где мне реально подойти, я сейчас как бы, ну его особо не поставишь тут, и я пока не буду рисковать сюда подходить ближе. Внутрь, конечно, я не собиралась заходить и не собираюсь, но так вот немножко заснять ее хотела. Так как прислониться тут негде, хотя вон там не увиделась машинка в прошлый раз я не заметила, может она припрятана была, может она недавно появилась. Заодно сменила тариф на мегафоне, чисто из-за пребывания сейчас, ну как бы, возможно, интернет будет ловиться в деревне, и связь будет немножко лучше. Правда, первый раз так делаю, чтобы с двух снимок выходить. Тут то, что я думала, второй этаж, но я вообще изначально думала, что она двухэтажная, но она как бы, вон тут СССР, каменная, смысла кирпичная, какие-то буквы, и тут чердак. Я сейчас не знаю, корзиночка несъемная. Постараюсь сейчас как-нибудь верик положить и немножко тут заснять просто. В общем, школа. Вон тут машинка. Заныканая кем-то. По-моему, это детская машинка. Вообще, эта часть прелок, мне кажется, такая более среднего достатка, ближе к нижнему порогу, потому что, ну, тут дома не совсем такие. Я, может, получится, запишу, когда поеду или поведу велик, чтобы записать, вот просто смочь, чтобы я могла записать, как оно выглядит. Там, где наши родственники живут и ближе к магазину, там, ну, такие приличные домики вообще. Как бы, такое богатое село при Луке. Я велик так положила вместе своей смочкой. Просто там не работает подножка. Ну, хоть такой велик, и то хорошо. Я так понимаю, где-то есть стекла, где-то нет стекол. Сюда бы, конечно, с кем-то. Не с тем, кто обычно на хвост сажается, а с кем-то, кому тоже такое интересно. Ну, вот моя подруга в городе. Мы с ней раньше по подобным местам ходили. А другой мой приятель вообще далеко. Ну, тут очень много шиповника. Я надеюсь, у меня будет велик потом. Даже цветет что-то в сентябре. Да, вот я такой пессимист. Я рассматриваю вариант, что, возможно, у меня уже велика не будет в этот до конца. Ну, ближе 11 дней. Я сюда еще раз приеду. Пешком сюда идти. Далеко. Золотые шары, цветы. Если отсюда глядеть, то даже не скажешь, что это при Луке. Что-нибудь другое. Я в прошлый раз, когда отсюда выезжала, даже не очень сориентировалась, где я нахожусь. Здесь вот сейчас приезжала маленькая такая лужа. В смысле, может, что-то типа прудика. И сейчас я остановлюсь в следующий раз и покажу там один интересный дом. Возможно, конечно, тут не все дают такие, но они как-то разительно отличаются от другой части от Прилог. Тут что-то написано. Вообще, это здание я изначально приняла за школу, когда первый раз в эту сторону повернула. Я думала, это птичка. В общем, тут пруд. Вот этот странный дом, который я за школу сначала приняла. Ну, у меня сказали, что она разрушена. У меня понятие о разрушенном именно такое видела. Там мусорка. В прошлый раз я там кошку обнаружила. Она уж была под дождем и не стала останавливаться, фоткать. А, да, там детская площадка. Красное здание. Это два здания, как-то, разных. Мне всегда казалось, что одно длинное. Там магазин и клуб. Но в клубе я никого не была. Зато в крайней части была, когда-то давно там была библиотека. Еще при маме. Я, наверное, все-таки доеду сейчас. Раз уж мне велик выдали. Да, лесенки. На мегафоне сеть то есть, то нет. Но я смогла пообщаться с другом. Телеграм.